Здравствуйте! Это программа новости Дагестана в студии Фатима Буталибова. И вот главные темы дня. По чьей вине погибли люди из дагестанского автобуса. Новые подробности ДТП в Калмыкии. Безработица пошла на спад. В Дагестане снизилось число официально нетрудоустроенных граждан. 9 миллиардов рублей на ремонт школы власти Дагестана планируют привести в порядок около 600 учебных заведений. По делу о гибели шести человек в ДТП в Калмыкии задержаны двое причастных. По словам следователей, 52-летний предприниматель из Махачкалы и 35-летний владелец автобуса осуществляли перевозки без законных на то оснований. Также ведомства сообщили, что водители транспорта неоднократно нарушали правила дорожного движения. Напомним, что авария произошла 24 октября на трассе Астрахань и Листа-Ставрополь. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Все они жители Дагестана. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается. Участник банды, убивший в Дагестане офицера полиции Магомеда Нурбагантова записал обращение из колонии Челябинска. В нем осужденный раскаивается и рассказывает, как он стал членом запрещенной террористической организации. Конечно, раскаиваемся. Не то, что раскаиваемся. Я сейчас много сейчас думаем, даже камера в сетью. Вот так задумываться начинаем. Ну, глупость, молодость, можно сказать. Просто от того, что не общался со старшими, можно сказать. То, что боялся с ними, ну, такие вещи обсуждать. Ну, я считаю, что это неправильно. Ну, даже молодые, да, кто вообще. Им надо просто объяснять эти моменты, обсуждать, потому что в данный момент, ну, всякие заблуждения, как бы очень сильно распространены во всем мире. Надо, тем более, с лиги связанные вещи, много очень. Надо эти вещи заранее объяснять. Не надо бояться, как бы, даже своим детям, как бы, доводить, что вот так, вот так, если в ту сторону, надо в ту сторону смотреть, как бы, с кем, ну, естественно, надо смотреть, с кем их дети, как бы, общаются. Азиз Джамалудинов – уроженец села Улубияулка Рабдахкенского района. В 2017 году он был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима за содействие террориста. В годом ранее молодой человек стал приверженцем идеи радикального течения в исламе. Оказывал помощь членам диверсионно-террористической группы «Махачкалинская». Также был в рядах запрещенного сообщества «Вилая-Тагестан». Я знал, что есть такие моменты, хотя раньше сам осуждал, ну, слышал террористы, террористы, они убивают людей и там подобное. Просто я сам, как очутился, там, как бы, сам даже в конце не понял. Вы мусульмане, да? Он призывал, получается, вас к джихаду, в войне с неверными, да? А вот эти сотрудники, они же дагестанцы, они же мусульмане. Как ты считаешь, как это нормально? Ну, я просто, опять же, я никогда эти вещи, ну, тогда еще, точнее, тогда еще подробности-то не лез. Я просто смотрел поверхность, то, что они говорят мне, как бы, старший, ну, у меня самого опыта в жизни никакого нету. Я сам жил в селе-город, селе, и работал, как бы, по Дагестану, да, по соседней республике, там ехал, ездил. Азиз Джамалудина участвовал в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Хранил и передавал членам незаконных вооруженных формирований огнестрельное оружие и боеприпасы. На восстановление дорог правительство Дагестана направит около 35 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал в Рио-председатель правительства республики Абдул-Патах Амирханов. Речь идет о дорогах, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий с мая по юнь текущего года. В этот период непогода и ливневые дожди разрушили дорожные объекты на территории Агульского, Бабаюртовского, Гумбетовского, Дахадаевского, Тлеротинского, Унцикульского, Хивского, Хунзахского и Шамильского районов. Средства будут направлены на восстановление нормального функционирования автомобильных дорог общего пользования, республиканского, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них. Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики поручено использовать на указанные цели зарезервированные средства Дорожного фонда Дагестана. В Дагестане в два раза снизилось число официально безработных. 1 января текущего года количество нетрудящихся составляло более 105 тысяч человек. На конец октября эта цифра упала до 59 тысяч. Об этом сообщает Дагстат. Напомним, что в текущем году в республике были намечены планы создать более 20 тысяч рабочих мест. Дагестанцы употребляют почти в 6 раз больше годовой нормы сахара. В то время как Минздрав рекомендует не более 8 килограммов сахара за год на человека, один дагестанец съедает около 47 килограммов. С таким показателем наша республика вышла на второе место по стране. Рекордсмен Ингушетия. Там один человек в среднем потребляет почти 67 килограмм сахара в год. Эти данные включают в себя и кондитерские изделия. 9 миллиардов рублей на ремонт школы. Именно такую сумму правительство Дагестана планирует направить на реконструкцию около 600 средних учебных заведений. Проект будут реализовывать 5 лет до 2026 года. В настоящее же время Министерство образования и науки региона завершили прием заявок на финансирование в ближайшие два года. Об этом говорится на сайте правительства. Учимся распоряжаться деньгами. Банк России открыл в Дагестане уголки финансовой грамотности. По этому направлению в 13 городских библиотеках для детей и взрослых будут доступны книги, листовки и брошюры. Они позволят читателям научиться правильно распоряжаться бюджетом и лучше планировать расходы. А также повысят знания о кредитах, вкладах и о том, как противодействовать кибермошенникам. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Уголки финансовой грамотности». Современный аппарат ударно-волновой терапии экспертного класса появился в Дагестане. Врачи клиники «Альтермед» ежедневно работают с патологиями боли, занимаются восстановлением подвижности конечностей и позвоночника. Подробнее о неинвазивном методе терапии боли опорно-двигательного аппарата расскажет Лориана Шумхалаева. В «Альтермед» появился аппарат последнего поколения, способный ускорить регенеративные процессы и способствовать избавлению от хронических недугов опорно-двигательного аппарата. Это сразу нашло отклик у населения с проблемами боли и травмами. Метод ударно-волновой терапии набирает популярность у людей разного возраста. Он безболезнен и эффективен, подтверждают специалисты. Из основных эффектов данного метода можно выделить, в первую очередь, противовоспалительное действие, снятие болевого синдрома, улучшение кровообращения в зоне воздействия и ускорение заживления тканей. Применяется в основном при таких состояниях патологических, как заболевания позвоночника самые различные, то есть боли в спине, в шее, в грудном отделе, в поясничном отделе. Это могут быть пациенты, в принципе, любого возраста, молодые, пожилые пациенты. Применяется также при заболеваниях суставов и околосуставных мягких тканей, сухожилия, мышцы, связки. Потому что метод обладает миорелаксирующим эффектом, то есть расслабляет спазмированные мышцы. Применяется при лечении последствий травм, то есть в восстановительном периоде травм. Также в косметологии применяется. То есть список заболеваний довольно широкий. Дело не только в современном оборудовании, но и в умении на нем работать. В медицинском центре принимают квалифицированные врачи, которые подберут пациенту нужные параметры процедур под конкретную задачу и проблему. Ударно-волновая терапия практически не имеет осложнений и ограничений для использования. Ударные волны восстанавливают не только функцию, но и структуру поврежденных органов и тканей. Во многих случаях применение этого метода позволяет избежать проведения хирургических операций. Оборудование купить в медицинский центр не всегда проблема. Проблема в другом. В том, чтобы был специалист, который на этом оборудовании может работать, который понимает это оборудование и может провести манипуляцию очень точно. Поскольку здесь в Альтермед работают опытные неврологи, ортопед-травматолог, мануальные терапевты, это позволяет нам с полной уверенностью говорить о том, что процедура поможет пациенту. И то, что без хирургического вмешательства пациент сможет преодолеть множество патологий. Ударно-волновая терапия подходит не только людям с хроническими заболеваниями, но и серьезно поможет людям, ведущим активный образ жизни, в частности спортсменам. Здесь важно сказать, что Дагестан очень спортивная республика, а спорт без медицины существовать не может. Но, к сожалению, врачей спортивной медицины в Дагестане очень мало. У нас такие присутствуют в клинике, и мы уже сейчас видим, что спортсмены нуждаются в медицинской помощи, в правильном наблюдении, в подготовке к соревнованиям и многому другому. Поэтому, когда мы говорим об аппарате ударно-волновой терапии, мы говорим не только о болезнях, мы говорим не только о патологиях, но мы в том числе и говорим о спорте. Аппарат УВТ экспертного класса на Северном Кавказе представлен в единственном экземпляре в клинике «Альтер-Мед». В Хасавюрт приезжают не только жители Дагестана, но и гости из Чеченской республики. Цены на процедуру ударно-волновой терапии при этом ниже, чем в других клиниках. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Хасавюрт. Команда МВД стала победителем футбольного турнира памяти Мусы Мусаева. 12-е по счету соревнования в честь федерального суди по Кировскому району прошли в Махачкале. О том, как вспоминали покойного и об основных итогах в сюжете Курбана Рагимова. Острая конкуренция на поле – дружба за его пределами. Традиционный турнир памяти Мусы Мусаева в этом году собрал шесть команд. Игры стартовали с группового этапа. По регламенту два лучших коллектива выходят в полуфинал. Организаторами вот уже 12-й год выступает семья Мусаевых и клуб «Кунаки». Весной следующего года они же планируют провести турниры и по другим видам спорта. Изначально не собирались его делать. Мы думали, как частный турнир будем проводить. Так как начали люди спрашивать, часто желающих появилось много с разных судов республики. Также сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, Кировской администрации и так далее. Начали люди, заявки были, что хотят принять участие. Поэтому мы думаем, в следующем году уже сделаем его республиканским турниром. У нас отец занимался в студенческие годы вольной борьбой. Также мы будем проводить и по вольной борьбе, по вольбову, по футболу. Будем потихоньку расширять круг. Порядочный и честный, активный и жизнерадостный. Таким Мусу Мусаева помнят его друзья и коллеги. Жизнь мужчины трагически оборвалась на 45-м году. Он погиб в автоаварии. На открытии турнира память Мусаева почтили представители органов власти, судебная система, олимпийские чемпионы и другие гости. Память о нем, естественно, у нас осталась. И этот турнир в какой-то степени и способствует тому, чтобы мы не забывали. Это нас тоже сплачивает. Это нас тоже воспитывает. Воспитывает и молодежь, которая приходит на этот турнир, играет, участвует в этом турнире. Я думаю, этот турнир очень такой позитивный, очень полезный турнир. Человек, который любил жизнь во всех ее проявлениях. Он действительно, энергии было на три человека. Он и работал прекрасно, он и семьей занимался, он любил свою очень семью. И мы часто выезжали на охоту, на рыбалку, волейбол, футбол, спортом увлекался очень сильно. И самое главное, не просто играл, а получал от этого огромное удовольствие. Лучше других на этом турнире себя проявили команды МВД, представленные сотрудниками ГАИ и сплот общества «Кунаки». В финальной игре правоохранители забили четыре мяча, пропустив лишь два. Третьим призером стала команда Верховного суда республики. Победителей наградили памятными кубками и медалями. Кроме того, организаторы учредили призы в индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Гамид Агаларов вновь вошел в расширенный состав сборной России по футболу. Дагестанский форвард получил вызов на сбор перед матчами отборочного чемпионата мира. Нападающий Уфы сейчас возглавляет список бомбардиров чемпионата страны. На его счету 10 забитых голов в 12 играх. Национальная команда сыграет со сборными Кипра и Хорватии 11 и 14 ноября. Окончательный состав объявят на следующей неделе. Напомним, что Агаларов уже вызывался на сбор перед играми со Словакией и Словенией. Но на поле он пока не выходил. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.